Так нерестится минога. Сейчас в кадре самцы роют яму, и если действовать осторожно, то можно взять все гнездо, а это 15-20 хвостов. А так те же действия выглядят с поверхности. Хэппи и в мешок. Ой, уходит. Все, 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 провалилось. Плата достает. Все, готово. Есть еще? А, вот есть, я вижу. Иногда, когда немного сплетается и подолгу не отделяется друг от друга, удобнее использовать сачок. Поймать – это полдела. И еще надо исхитриться не упустить улов, не выронить стекло, не начерпать воды. Руки всего две. Это уже вид сверху. Солнышко светит на голову мне. Как хорошо в моей голове. Как видите, я сменил стекло на маску. Дело в том, что стекло у меня припрятано на берегу. Там у мельницы. Кроме того, на солнце стекло бликует. Под мостом я обычно не ловлю. Тут людно, но красиво. А это мой улов. В этом году вода высокая. Зами ноги не нанырнуть. А я, азартный парамошин, не терпал полный выдох воды. Вот надо теперь переодеваться. Но бывает, за миногой приходится нырять. А в мае вода холодная. И тут гидрокостюм вам добавит комфорта. Как видите, болотные сапоги, забродники, вейдерсы. На такой глубине плохие помощники. А не отреновый гидрокостюм троечка, а лучше пятерочка, а еще лучше триламинатный сухарь в самый раз. В гидрокостюме у меня улова значительно больше. Но и спортивного азарта меньше. Приходится нырять, а в остальном техника лова та же. С поверхностями ноги не видно. Нырнул, увидел, схватил. Засовываю в мешок. Вот при помощи этой тресоски эти морские хордовые раскапывают яму гнезда. Солнышко ушло, зато вода стала прозрачнее. А видимость в ловле меню где-то главная. А это высший пилотаж. Два хвоста одной рукой. Солнышко ушло. Камерый эфелотаж... Что делать? Гнездор... Солнышко шпик! Солнышко шпик! Солнышко шпик! Позрачнее. Солнышко шпик! Камера эту красоту не передает в полную мере. Жаль, в реке стоит на стремнине балтийский стальноголовый лосось сверкает своими боками. Рыбы тут много и периодически река вспыхивает. Это еще не свалившийся в Балтийское море лосось. Он не большой, не больше килограмма, зато вкусный. Сейчас он жирует, лакомится и кроме ноги. Раньше в нашей реке была и пеструшка, и балтийский стальноголовый лосось, но по причине неоднократного зарыбливания реки лососем последний почти полностью вытеснила радужную форель. Если видео понравилось, подписывайтесь, и я сниму еще.